Мы приветствуем Ольгу. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Я Ольгу вижу как очень-очень тонкую копию, которая как подвешена, у нее голова вниз, просто в воздухе подвешена, но вместо нее я вижу четко как сущность какую-то или робота, у него такие две ноги как железные, но ноги заканчиваются какими-то копытами такими и роботообразно в общем что-то. Как мы будем выводить, сейчас или при чистке? Сейчас, потому что она вообще не реагирует. Понятно, хорошо. Так, с силой моего намерения вытаскиваю эту сущность и кидаю в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Она скрипит. Кто? Сущность, она плохо выходит. Помогаемой энергией на счет 3, 1, 2, 3. Выталкиваю ее. Готово. В клетке? Да. Выстраивай от этой сущности канал к ответственным, кто ее послал, с кем она связана, притягивая всех в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. Здесь ящер и он. У него пульт. Он говорит, что ты беспокоишь моего химоноида. Химоноида. С пульт переходит в соседнюю клетку. Ящер получает удар 250 тысяч герц. Удар. Я думаю, паразит, ты не понял, куда ты попал. Даже защиту не успел выставить. Не понял. А сейчас поймем. Понял? Да, он недоволен. Он покрылся чем-то. Защитой какой-то. Влад направил на него печать Семиархангова и Сергей эту защиту. На счет 3, 1, 2, 3. Удар. Защита ушла. Он пытается еще что-то сделать. У него не получается. Что ж такое ящер? Считай цифру у него над головой. 670. 670. Хорошо. И кто это? Что это за сущность? Это робот или кто это был? Робот-гуманоид? Да. Ольга, вы меня слышите? Где я? Ольга, вы обратились к нам за помощью. Вы находитесь на чистке вашего биополя. В клетке находятся сущности, которые находились в вас. И мы только начинаем свою работу. Нам нужно ваше согласие на диагностику и чистку. Это поможет мне вернуться. Если вы уже здесь. Это уже помогло. А дальше будет больше. Я согласна. Хорошо. Даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Ольги под ногами. 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Ольги. Находит все. А у нее вышел джин и инкуб. Все. Джин. Какой джин? 44.11. И инкуб. Итак. У нас инкуб. Джин 44.11. Робот-гуманоид. Ящер 670. Правильно? Да. Начинаем с реверса энергии. Скэнер просканируй сейчас Ольгу. Не осталось ли в ее биополе от этого робота-гуманоида и на части ящера какой-нибудь конструкции? Если есть, отключай его в воде это все полностью. Ага. Нет. Здесь не осталось конструкций никаких. Но есть синхронизация сильная. Хорошо. Это мы уберем. Это не проблема. Может контракт. Потому что он как врос вне. Может и контракт. Проверим и на контракт. Скэнер, дай мне полноту души Ольги на настоящий момент. 78. Где находится 22% ящер? Разделены. Часть хуманоиды. Часть у меня. Хорошо. Посмотрим. В хуманоиде сколько находится и сколько находится у тебя. Даю команду тонкой копии Ольги Спрейцера все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогену. Низкая аббрационная энергия во ее биополе. Каналы выстроили сущности. Каждый подходит к своему каналу. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой аббрационной энергии. Откат всех негативных программ и негативных мыслей форм. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Ольге. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Сколько находился инкуб в этом биополе? 7 лет. Джин, сколько ты присутствуешь в этом биополе? 2,5. У тебя есть контракт? Нет. Сколько находится этот робот в биополе? 13 лет. 13 лет. И сколько ящер связан с Ольгой через гуманоида? 13 лет связан. 13 лет. Ждем окончания реверса. Что идет по каналам, Вера? К тому роботу возвращается энергия, с нее как уходит что-то чужое, как распутывается с тонких копий. Понятно. Во всех чакрах он подключен был. Да, это безжалостное существо. Он говорит, что он представитель великой цивилизации, и не надо его называть существо. Ты не просто существо, ты существо-паразит. Если бы ты не был существо-паразитом, ты бы не находился в клетке для существ-паразитов. Где твое величие? Реверс заканчивался. Захватывать тонкие тела? Ты знаешь, что мне надо все три секунды, чтобы сжечь тебя в этой клетке? Без захвата твоих тонких тел. Что ты тогда скажешь? Величественная реверсация. Хорошо, устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Ольга забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошла энергия божественная и чистая. Все, что они похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Ольга себя обратно на хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Забираем от всех интерферентов частички души, частички ДНК, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на чистоте Ольги находится мощным потоком, пошло назад. Усили потоки в 50 раз. Здесь идет человеческая энергия, энергия по чакрам. Свет возвращается души. Все украли. С какой-то цивилизацией вообще робот-гуманоид? Не с какой. Это произведение ящера, скрещивание. А, это ящеры произвели этого робота под свои цели? Хорошо. Ящер считает себя божественной цивилизацией, потому что они создали этого гуманоида. И у них много разных экспериментов и скрещиваний. Но мало того, что они его создали, они ему отдали часть души. Чьей? В данном случае Ольгиной. Вот, видишь. Потому он гуманоид. Творцы этим не занимаются. Если бы ты был творцом, ты бы не находился в этой клетке. Это раз. А во-вторых... Кто-то знаешь, чем занимаются творцы. Ты что, думаешь, ты первый, кого мы встречаем с такими амбициями? Или ты думаешь, мы не встречали действительно... Это не амбиции. А что это? Это эксперименты, которые проводятся и проводились, и будут проводиться. И вот... Скрещивания. Да, да. Без ведома человеческой души. Вы не признаёте законов мироздания, вы живёте по своим диким законам. Ваша цивилизация, просто паразитарная цивилизация. Может быть, когда-то вы и были... Чем лучше ваш кормят скрещенными продуктами? Да, кормят... Выращенными и пустыми. Абсолютно верно. Разберитесь в своём мире сперва. Ты уверен, что это без вашего участия происходит? Вот поэтому мы творцы. Вы не творцы. Ладно, насчёт творцов я тебе не буду. Ревер закончился. Хорошо. Начинаем с вытаскания того, что осталось. Вот начинаем с Инкуба. Инкуб, выходи. Снимай всё, что ты оставил в её биополе. Меня интересует твоя накидка. Как она воздействовала на окружающих? Здесь не накидка. Здесь как забор такой стоит. Он забор поставил. Хорошо. Как твой забор воздействовал? Она выглядывает из этого забора. Её никто не видит? Как её воспринимают другие души? Она не выходит. Это как граница. Дальше нельзя. Это Инкуб поставил. Хорошо. А как мужчины её воспринимали? Все, кто на неё смотрели? Видели забор? Да. Интересная фишка. Хорошо. Ждём, пока он всё снимет. Забор в виде ограничения. В виде ляня. Понятно. Это просто, чтобы Ольга понимала, как это всё воздействовало. Как со стороны... Дальше определённого шага идти нельзя. Ага. Вынес всё. Хорошо, Джин. Твоя очередь. Втягивай в себя всю пыль, все свои подключки, наручники, если оставил. Ничего не забывай. Докладывай готовность к проверке. Приступай. Ты серьёзно тормозил её развитие, Джин. И финансовое развитие, и развитие профессиональное по работе. Знаешь об этом? У него в ногах такой круг из энергии. Да. Он крутится. И что он делает, этот круг? Она ходит по кругу. Вернее, она даже не ходит в круг. Просто крутится и вертит её. И как это связано с моим вопросом сейчас, Джин? Как ты на неё влиял? Как ты её тормозил? Он показывает, как она ходила по кругу. Она ходила по кругу. Хорошо. Всё снял. Последние два с половиной года. Инкуб ещё забор поставил 7 лет. Скэнер просканируй сейчас, Ольгу, на частоте гуманоида, робота и ящера. Что мы ещё не вытащили? Подсвечивается красным цветом. Отключай и выводи полностью. Все подключки, конвекторы, видимые и невидимые. Всё выходит. Всё вытащили. Хорошо. Мы всё вытащили. Рассинхронизация у нас не получится, так как есть подозрения на контракт. Обращаюсь к Ольге. Ольга, возможно, у вас заключён контракт с этой сущностью, находящейся в клетке, считающей себя творцом. И сейчас вы должны его аннулировать. Вы готовы аннулировать контракт, заключённый на вашей энергии с этой сущностью? Любой контракт готов аннулировать. Повторяйте за мной. По закону свободы воли души и свободного права распоряжаться собственными энергиями, Ольга взяла ответственность за свою жизнь в свои руки и выразила это намерение. Я говорю слухи, я тонкая копия повторяет за мной. Я. Дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. Здесь вышла книга, вышла. Это контракт, заключённый ящером, да? Да, здесь стоит печать ящера и её какой-то как воздушный поцелуй. Пусть повторяет за мной. Внутри воли закону права распоряжаться собственными энергиями. Пошёл возврат энергии, если такова есть. Здесь канал открылся через эту книгу и возвращается свет. Вот так вот, творец. Она как вдыхает его. Свет души. Да, она его воздушным поцелуем выдохнула, а теперь выдыхает. Готово. Открываю воронку в галактическое ядро и сбрасываем все аннулированные контракты и договора вместе с их фантомами на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Аннулировано. Возвращаемся назад к рассинхронизации. Даю команду на рассинхронизацию Ольги с ящером, роботом-гуманоидом, Джином и Инкубом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Хорошо, сканер, дай мне полноту души на настоящий момент, Ольги. 100%. 100%. Отлично. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия стегнуть все каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар, отлетает каналы. Открываю воронку в галактическое ядро, каналы уходят на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Обращаюсь ко всем, кто присутствует в квартире, где живет Ольга. Джина из пыли. Понятно. Джин. Платы гуманоида? Ящера? Нет. Хорошо. У нас нет заказа сегодня на чистку квартиры, но я об Джина предупреждаю, если я с ним встречусь второй раз, он пожалеет об этом. Все прошли проверку, начиная отпускать. Инкуб. Ты больше никогда не придешь в это биопуле, даже не пытаясь. И тебе это понятно? Да, понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба, уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. То же самое касается Джина. Я тебе уже все сказал, увижу еще раз, накажу. Все понятно? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Джина, забирает, что принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли на связь. Ли. У меня здесь робот-гуманоид, 13 лет, находился в биополе, послал его ящер 670-й, ящер-творец. Творец. Да, он сказал, что он творец, и цивилизация творцов. Не смог объяснить, что делают творцы в клетке тюрьме. Тем не менее, он находится в биополе. Мы вернули сейчас 22% души, которые были заключены в контракте. Все это вытащили. Нам предстоит узнать, как он заключил этот контракт. Пока я не могу сказать ничего. Мы забираем его вместе с подключками. Благодарю тебя. Роботы тоже? Да, вместе с подключками. Готово. Хорошего тебе отпуска, ящер. Хорошо, поехали дальше. Выходит эмоциональный фантом Ольги на эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Он не очень дерганный, фантом вышел. Хорошо, Ольга. Эти энергии вы сами сгенерировали. Возможно, под влиянием сущностей. Вы готовы от них отказаться и сбросить? Да, с удовольствием откажусь. Сворачивайте энергии в шар, открывая воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая печат и расцаряя. Поехали по частотам. Переходим на частоту магическое воздействие. Для таковой силы было, оно проявляется. Сейчас, наверное, выскочит ящер. Здесь фантом контракта. Фантом контракта. Хорошо, открывая воронку в галактическое ядро, и этот контракт уходит на переработку. Закрывая печат, растворяя. Это было именно магическое воздействие. Переходим на частоту. Наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Ольга, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Полна энергии. Радость вернулась ко мне. Свет свой вижу. Чувство стержень. Энергии легкие. Отлично. После сеанса наш администратор Ольга перешлет вам рекомендации. Заправляйтесь энергиями, сбрасывайте негатив каждый день. Не забывайте контролировать свое эмоциональное состояние. Никаких скандалов, криков и так далее не должно быть. Это называется жить осознанно в любой ситуации. Не забывайте выставлять меркабу. Что такое меркаба? Мы тоже вам напишем в этом сообщении. А сейчас будем возвращать вас назад, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Ольги в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и извиленки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем. Продолжение следует... Продолжение следует...